Доброе утро! Как правило, к концу сезона все театры стараются выпустить еще по одной премьере, чтобы перед отдыхом оставить у зрителя о себе впечатляющее воспоминание. Так вот, пока они репетируют, я вам напомню о спектаклях старожилых. Тем более, что недавно был отличный повод для поздравления одного спектакля. В постановке Национального академического драматического театра имени Максима Горького «Укращение строптивой» исполнилось 100 показов. Когда ты работаешь, ты работаешь раз в соты, потом начинаешь почему-то подсчитывать, сколько ты вообще выходил на сцену, то есть как-то все кажется очень так. По-сторому, главное, что это уже прошлое, мне кажется, все равно лучше не заморачиваться. Случалось вам видеть, дочерей-мартистской? О, нет! Но слышали, что у него есть две, одна из них строптивости из них. Другая, кроткой скромностью своей. Так вот, строптивостью, прошу, нет радости! В спектаклю пошел седьмой год, но на него до сих пор трудно купить билет. В постановке Валентины Яреньковой есть все атрибуты, которые могут присутствовать в спектакле. Мало того, что шекспировский материал богат для демонстрации актерского мастерства, у артистов есть возможность показать себя и в искусстве танца, и в силе вокала, и даже в навыках сценического боя. Всем этим изумительно и ненавязчиво руководит музыка, написанная специально для спектакля композитором и музыкальным руководителем Алексеем Яреньковым. А прекрасные костюмы и сценография искусно поддерживают весь набор отличительных черт качественного спектакля. Это только шутки! Играя роль, актер невольно наделяет персонажа своими чертами, хотя бы даже внешними. А вот передается ли характер героя или героини актеру? Произнесите имя Петруччо, и перед вами тотчас же возникнет образ Сергея Чекиреса. А вот с обратным обменом актер не согласен. Мой персонаж, как бы он, это все равно я, все равно это я, это все, что есть у меня, то есть у моего персонажа. Я, конечно, помягче гораздо, чем я бы так не смог. Это ужас, вот что творит этот человек. Так ты, осанцер, ты, ты, осанцер! Ты, осанцер, бойся, шалок! Что же бояться взять его да вырвать? Ты, осанцер, болван, где это жалок? Ну как ты, известно, там, где хвостик? Ну как же, без жалок в языке! Чьё? Да вдвоем! Как это ты собираешься? Прощай! Нет, котик, подожди! Роль строптивой Катарины Вероники Плешкевич досталась сразу после студенческой скамьи, и актриса тотчас получила за нее награду на фестивале «Листопад» за лучший дебют на профессиональной сцене. Я надеюсь на то, что он такой же задурный, как и первый, и с таким же волнением, и с такой же отдачей. Я надеюсь на это. Но, во всяком случае, я так про себя думаю. Это я! Спектакль, конечно, не законсервировался в своем первоначальном виде. Время от времени Валентине и Алексею Ереньковым приходится что-то реанимировать и ремонтировать. Несмотря на то, что спектакль идет уже столько времени, каждый зритель, пришедший на постановку великого Шекспира, останется довольным. Ну а пока искреннее поздравление замечательному спектаклю. Я знаю, что в конце будет торт, который вы как-то должны обыграться. Он будет очень большой, да. Я знаю, что весь этот торт потом разделится на всех, между и костюмерами, и гримерами, и ребятами-монтировщиками. Этот торт какой-то сообразный. Хорошему театру для полного счастья необходим хороший зритель. И стать своим в интересной театральной компании совсем не сложно. Хорошего дня и до встречи в театре. Субтитры создавал DimaTorzok